Татьяна Анатольевна, здравствуйте! Татьяна Анатольевна, здравствуйте! Экологический туризм. Мы говорили про Арктику, которая, конечно же, мне как представителю северного региона в палате регионов очень близка, и я могу об этом говорить бесконечно. Было здорово увидеть разные площадки, такой огромный акцент уделяется сейчас молодежи. Я посмотрела на те выставленные идеи, которые в рамках мозгового штурма молодежь выдала нам, для того, чтобы мы понимали, как важна экология в том числе и для них. Потому что действительно на молодежь мы должны опираться, мы понимаем, что за этим будущее, и они неравнодушны, активны, и вместе с ними мы в том числе двигаем вот такие важные проекты, как и чистая Арктика, и различные научно-технические изменения, которые должны... Я думаю, что, конечно же, за экологией будущее, будущее за совместной работой, только вместе, как сказал Алексей Евгеньевич Лихачев на одной из площадок, где мне удалось принять участие, только вместе мы можем реализовать все поставленные задачи, и, соответственно, быть спокойными про завтрашний день, потому что не будет экологии, не будет ничего. Сохранение Арктики – это ключевая тема Конгресса. Какие новые вызовы в сфере экологии появились на арктической территории? Было приятно услышать о том, что, несмотря на те беспрецедентные вызовы, которые сейчас стоят перед нами, мы очень уверенно движемся вперед абсолютно по всем направлениям, развивая Арктику. Заботясь и говоря про экологическую безопасность, и, конечно же, рассматриваем различные новые способы изучения Арктики, потому что за Арктикой будущее. В Арктике сегодня, там, где у нас вечная мерзлота, поживает 15 миллионов человек, и это, конечно, имеет огромное значение для тех жителей, которые живут там, и в целом для нашей огромной и сильной страны. Поэтому, несмотря на все беспрецедентные вызовы, движемся вперед уверенными шагами, представленные на всех территориях Арктического региона. И, конечно же, это имеет огромное значение. Вы уже упомянули проект «Чистая Арктика». В этом году он будет реализовываться третий раз. Как к нему готовится Мурманская область, которую вы представляете? Мурманская область активно принимает участие в этом важном проекте, потому что самая, наверное, основная задача сейчас для нас всех, когда мы говорим про Арктический регион, это борьба с вот этим накопленным годами мусором, о котором мы должны заботиться для того, чтобы очистить Арктику. И не первый год проходит такой форум. В июне этого года форум молодежный с 22 по 24 июня, предполагается, будет проведен именно у нас, в Мурманской области. Как я уже сказала, мы активно принимаем участие всегда в подобных форумах. Соберется большое количество молодежи. Вместе с ними мы обязательно и сделаем все, что связано с уборкой различных территорий. Такие территории уже намечены. Как всегда, поддерживают крупные предприятия этот проект. И самое главное, что такой проект объединяющий, в котором огромное количество, более чем из 85 субъектов будут представлены волонтеры, огромное количество наших волонтеров будет принимать участие. Если говорить в целом, то уже тонны мусора в рамках таких проведенных уборок вывезены, ржавые бочки, пластмасса, которая не разлагается. Все это имеет важное значение. И вот этот уникальный проект, объединяющий, который ежегодно является точкой притяжения и привлечения всех неравнодушных людей, которые сегодня заботятся об Арктике и хотят показать свою активность и быть полезными. Уверена, у этого проекта большое будущее. Ну и, конечно же, для нас это также имеет важное значение. Поясните, какие есть нюансы в организации системы обращения с отходами в Арктике и чем в этом отношении она отличается от других территорий России? Ну, в первую очередь, это, конечно же, связано с особенностями вообще арктической территории в целом. Потому что климатические условия, вечная мерзлота не позволяет отдаленность, сложности логистические, не позволяет отрабатывать все эти отходы так, как можно это сделать все на южных территориях, либо в средней полосе. Но, несмотря на это, как я уже сказала, на сегодняшний день это является такой важной ключевой задачей изучения и развития арктических регионов и Арктики в целом. И, конечно же, мы с этой задачей все вместе справимся. А какие научные исследования на тему экологии проводятся в Арктике? Мы знаем, что осенью из Мурманска в Центральную Арктику отправилась самодвижущаяся платформа «Северный полюс». Во-первых, расскажите, что это такое и можно ли уже говорить о каких-то первых результатах? Это уникальная платформа, в рамках которой проводятся именно научно-исследовательские изучения арктических территорий, где берутся различные пробы, пробы воды, пробы льда, для того, чтобы понимать, как движется, изменяются климатические условия, для того, чтобы понимать, какой Арктика будет завтра. И без вот таких вот изучений, проведения научных работ, конечно же, мы тоже не можем говорить о будущем. Поэтому все должно быть обязательно в комплексе. И изучение, и приведение в порядок арктических регионов, и научно-технический прогресс, вот в том числе с такими очень уникальными проектами изучения арктических регионов. В рамках площадки, которую возглавляла Галина Николаевна Карелова, министр природных ресурсов Александр Александрович Козлов показал уникальный видеоролик, где мы увидели изучение Антарктики. Нас погрузили в минус 78 градусов, и несмотря на эти условия, там реализуется проект уникальной станции «Прогресс». Люди работают, и вот это еще лишний раз доказывает о том, что для того, чтобы двигаться вперед, не имеет значения ни погодные условия, самое главное – желание людей, и самое главное – четко поставленные перед собой цели. У нас все это есть, и за Арктикой наше будущее. Вы уже подчеркнули, что тема сохранения экологии, природы Арктики вам близка, как никому. А какие, на ваш взгляд, задачи стоят сейчас перед вами, законодателями, в плане сохранения экологии? Конечно же, о том, насколько важны такие проекты, говорит и то, что у нас есть отдельный проект, национальный проект экологии, в рамках которого есть огромное количество поставленных мероприятий, задач, которые все вместе мы должны реализовывать. Все эти задачи сформированы исключительно как анализ проведенных мероприятий по изучению Арктики, по земли, скажем так. И, конечно же, каждое мероприятие требует в том числе законодательной поддержки. И то, что я говорила вначале, именно сообща, когда объединяется бизнес, общество, когда объединяются законодатели, можно уверенно говорить о том, что все поставленные задачи, которые мы перед собой формируем в направлении экологии, в направлении развития Арктики, будут эффективны, если мы будем работать в одной единой связке, оперативно принимать необходимые изменения в нормативно-правовые и законодательные документы и, соответственно, оперативно информировать о тех новых запросах, которые нужны. Поэтому вот работа в такой плотной связке сегодня, на мой взгляд, является ключевой для того, чтобы мы ни в коей мере не тратили ни одного дня, двигаясь вперед к реализации всех поставленных задач к изучению и развитию Арктики. Спасибо, Татьяна Анатольевна. На прямой связи с нами из Санкт-Петербурга, где проходит 10-й юбилейный Невский экологический конгресс, была сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова